Здравствуйте! Сегодня бы я хотела вам рассказать о трагедии, которая произошла в ПТЕ. Знаете, я много думала о том, что, живя в другой стране, можно попасть в абсолютно любую ситуацию. Можно оказаться в таком положении, что тебе не поможет никто. Можно оказаться один на один с большой проблемой, и никто даже об этом не узнает. И поэтому я сегодня делаю этот выпуск, чтобы мы, все мы, вы наши зрители, мы блогеры, все блогеры объединились и помогли одной семье, которая сейчас находится в очень тяжелом положении. 23 февраля двое подростков проезжали перекресток на зеленый свет, и взбил автобус с туристами на огромной скорости. Автобус проехал на красный свет, в итоге у ребят закрытые черепно-мозговые травмы, сейчас они находятся в коме. И только благодаря друзьям отца детей, которого зовут Антон, мы сегодня разговариваем с вами на эту тему. Антон, как нам рассказали, человек очень скромный, не хотел обращаться за помощью, он думал, что справится сам. Но ситуация такова, что двое детей сейчас находятся в очень дорогом госпитале, и физически вывести такую сумму невозможно. Почему я решила сделать это видео? Да потому что, когда я узнала об этой ситуации, у меня аж мурашки по коже просто прошли. Я настолько, когда я собирала информацию, когда я читала об этом, то есть это настолько большая трагедия, просто... Это очень большая трагедия. Не важно, где ты живешь, в Таиланде или в России, с тобой может произойти все, что угодно. Это просто дело случая. И знаете, за что мне больше всего обидно? Что какая-то девочка, которая когда-то переспала на вечеринке с мальчиком, и заявила на всю страну, что он ее изнасиловал. Эта девочка создает канал и собирает за двое суток 180-200-300 тысяч подписчиков, благодаря тому, что она засветилась на телевизоре. А действительно, большие проблемы, такие как вот это, не выносятся в свет. Я вчера писала во все телеканалы, которые знала, писала многим блогерам, писала просто абсолютно всем, кого знала, кому могла обратиться. Знаете, бывают такие моменты, когда ты не можешь помочь финансово, но ты можешь помочь хотя бы распространить это видео, чтобы его увидели как можно больше людей и помогли этой семье справиться с этой проблемой. Потому что все, кто мне ответил на сегодняшний момент, это только Стас Ткаченко, который ведет канал Travel My Life. Он заинтересовался этой историей и спросил, что случилось именно, он ждет также этого выпуска, как и я ждала его, чтобы его уже сделать. Просто вчера я брала интервью у отца и у друга семьи, я не могла прийти в себя. Для меня это был большой шок. И переварить эту информацию просто нереально сложно. 23 февраля ребята ехали по перекрестку на зеленый сигнал светофора. И автобус, который должен был стоять на красный свет, не нажал на тормоза и протаранил ребят. У ребят были хорошие защитные шлема. Ребята имели права. Но это их не спасло, потому что водитель их просто протаранил. Посмотрите на это еще раз, это ужасно. А еще страшнее от того, что на другой стороне перекрестка был их отец и он все это видел. И я предлагаю вам послушать интервью, которое дал нам друг семьи и рассказал об этой ситуации. Ну, ребята были совершенно точно в шлеме. Антон их встречал, на этом перекрестке стоял с другой стороны. Автобус проехал на красный. У Дани есть права. Очень аккуратный парень. Истит очень аккуратно. Он на самом деле с хорошим опытом вождения. Поэтому он просто так ворвали и попал. И сейчас ребята в Бангкок, в госпитале. Вот Антон должен был позвонить вам помещу. Пока еще не звонит, расскажет, потому что не хочется его отвлекать. Но совершенно точно, что вот их привезли в Бангкок, и они находятся в искусственной коме. Это все правда. Что там с головой нужна операция, пока не понятно. А страховая у них была? Нет, у них там страховой не было. Но я думаю, что удастся доказать, что они виноваты. Потому что у него сейчас поймут, что такая ситуация необычная. Двое детей его баловали. К тому же это дорого. У него за пять дней получился счет в чембуле 80 тысяч бат. Слышит, что их ввели в искусственную кому, чтобы предотвратить отеки же, да, у них вроде? Ну да, 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 есть такое. Что-то делать специально. Но сейчас они идут на поправку, насколько я поняла. Да, немножко про поправку и перевели в очень хороший госпиталь по кофе. Так они уже очень много народу знают, потому что он реально хороший человек. Он необычный, хороший. Он всем помогает, в общем-то. К тому, кто приехал, он всем внимания как-то находит. Не понятно, правда, как он умудряется. Но он человек действительно хороший. Ну, я насколько поняла, там какую-то сумму уже собрали, да? Что-то собрали, да. Он сказал, что стали что-то присылать, но с ним приходилось целые беседы проводить. Он не хотел никого попросить и хотел от всего отказываться. Надеялся, что он сам справится. Но вот у меня у него потери из госпитали, в Тараманде, я ему сразу сказал, что ты ни в коем случае не отказываешься. Это не твоя ответственность, дети. Это их жизнь. Поэтому я ни в коем случае не отказываюсь и принимаю помощь. Ну, вот он вроде настроен уже так, ну, нормально, может быть, мальчик, сразу же, тогда не по старому. Вот такое мнение сложилось. Человек, которому когда-то Антон сам помогал, когда он не просил, Антон никогда не просил помощи, и в то же время помогал людям, которые попадали в серьезные аварии, которые просто терялись в Таиланде. Это не важно, он просто старался помочь всем, успевал, и с ним происходит такое горе. Он дал нам разрешение, мы ему позвонили и взяли у него интервью. Авария произошла 23 февраля, в углу часа дня, в южной части Потайя, пресечения сухого вида и улицы Хуая. Дети у меня стояли на противоположной стороне, я на другой. То есть я был свидетелем аварии. Я стоял на красный, дети поехали на зеленый. У них сгорелся зеленый. Они проехали большего перекрестка. И здесь с невероятной скоростью летит в отпуск на красный. Я даже сам его не заметил. И он сносит детей просто в лобовую. У них сейчас состояние. Состояние здоровья? Да. Ну, в двух словах. У них были хорошие каски, у сына были права. То есть он умел ездить уже два года. У них при ударе слетели каски, они ударились головой. После этого у них произошло сотрясение мозга и кровоизлияние в мозг. Демотомы образовались. Их поселились, перевезли сперва в дешевую блиннику Чебури. Мы их там копали, капли, но не лечили. Как выяснилось, на протяжении пяти дней их вообще не лили. А что бы и вливали глюкозу. И даже нам не сказали, что включится и сломан позвонок шеи. Когда поднялся бум, нам прозвонил консул Российской Федерации. И сказал, что надо заниматься серьезно. У нас финансы не очень хорошие. Приезжают вчера вечером. Это получается 28 февраля. Их забирают из Чебури. И перевозят в Бангкок в более дорогую клинику частную. И шикарное обслуживание. Вот это по рекомендации консульства. Их поселили сейчас. Доктор осмотрел клиники. Сказал, что их лечили неправильно. Просто их прокапывали. Сейчас они в хорошей клинике. Сейчас они в хорошей клинике. Да, я могу продолжать. Давайте сейчас они перевезли их в хорошую частную клинику. Это посреди всего консульства Российской Федерации. В отдельные палаты. Шикарное оборудование. Конечно, цена очень высокая. Но нам обещают, что это все покроется виновниками ДТП. Это частная компания. Ой, китайская, раз, по-моему. Которая должна понести основные расходы убытков. Дети находятся в состоянии коми медицинской. Их поддерживают. Все хорошо. Но в состоянии пока удовлетворительное. Ухудшений нет. Но ухудшений очень медленный. То есть тут очень немножко начинают ручками шипелить и глазки приоткрывать. Даниилу пока похоже. Но они уже начнут глазки открывать. Надо с ними разговаривать, общаться. Потому что повреждения мозга. Надо их выводить из коми. Врачи очень хорошие, серьезные. Думаю, они детей вытащат из этой ситуации. Если бы мы остались там, в Чембуре, я думаю, мы детей бы вообще потеряли. Потому что дети пока находятся в сольном состоянии, в медицинской коми. Но постепенно будут там препараты уменьшать и детей выводить из этого состояния. Опять, что пока делать не надо. Дождемся от пяти до семи дней. Результат как бы их выхода из коми. А там уже будет ясно, нужна операционная вмешательство. Либо нет. Скажите, уже какая-нибудь сумма собрана для лечения? Ну, мне люди, да, присылают деньги, да. Я их собираю, граблю. Если что-то придется потом оплачивать. Но основные расходы должна понести страховая компания, китайская компания, которая перевозит туристов из Китая. Виновник был китайский водитель. Он во всем признался, сейчас находится в тюрьме, ждет приговора своего. И мы надеемся, что вся основная сумма будет погашена страховой компанией, транспортной страховой компанией, которая содержит этот автобус. Проживание детей сейчас, нам сказали, в этом госпитале стоит 100 тысяч бат в сутки. Я понял это на каждого человека. Это очень большая сумма, я думаю, не каждый человек сможет это все собрать и оплатить. Я думаю, будем надеяться, что нам помогут и страховая компания все разместит, все наши уборки. На данный момент я уже заплатил у кого, я скажу, 92 тысячи за детей. Это 12 тысяч, это была у нас скорая помощь, его 80 тысяч. Это нахождение в госпитале, чем более из-за моего часа расхода. Реквизиты вы сейчас можете увидеть на экране, и также будет ссылочка именно на сбор средств. Вы можете посмотреть, можете связаться с людьми, которые координируют все это. И если уж телевидение не хочет нам помогать, то мы должны помогать сами себе. Поэтому огромная просьба, уделите 5 минут своего времени и распространите эту информацию как можно больше, по большим ресурсам, как можно дальше. Потому что действительно помощь сейчас им нужна. И самое важное, что помощь нужна не только сейчас, но про эту ситуацию забудут, когда соберут средства на оплату. Про это забудут, когда закроется эта тема. А отцу жить с двумя детьми после аварии, которые будут еще очень долго восстанавливаться. Я надеюсь на вашу поддержку и верю в то, что вместе мы сила. Спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео до конца. Ну а Антону я желаю скорейшего выздоровления его деткам. Я верю, что все будет хорошо.